Всем привет, это Влад, и в этой серии мы начинаем рассматривать Икарус, ребят. Много слышал про эту игру, говорят, реально какая-то интересная, но мне показалось, что это всё-таки калька на все выживачи, которые мы видели до. Видите, самый простой персонажик, какой-то тут режим создания этих персонажиков, интересно другое. Внутри вроде бы красивая графика, но идея в том, что это, мол, сессионка. Мы немножечко прилетаем, выполнили какие-то задания, что-то построили, кстати, не надо строить, оказывается, большие дома, игра не про это. И улетаем обратно на космический корабль. Ну, если это единственное нововведение, то игра, наверное, не выстрелит. Но если здесь не надо пить 10 таблеток для каких-то там болезней, для чего-то там с желудком, то у игры есть большое будущее среди адекватных людей. Так, меньше слов, больше дела. История здесь создания мира примерно как в Альхейме. Значит, мы можем играть соло, и мы можем играть как бы запуская вроде бы свой сервер, свою игру, куда могут ребята подтянуться, ваши друзья. Вроде в игре могут быть какие-то сложности для того, где надо проходить с кем-то, но в принципе есть целая отдельная ветка развития, где можно скиллы даже выкачивать для соло игры. Не знаю, не играл. Давайте посмотрим. Давайте выбираем новое изыскание. Ого! Ребят, это... Это квесты! Это здесь вот все для... Не слабо. Так, что у нас здесь? Значит, разведка зона леса. Это, наверное, сейчас будет какая-то обучалка. Вот, смотрите. Шесть дней. Шесть дней до того, как надо будет запрыгнуть в нашу типа капсулу и улететь обратно. Окай. Хорошо, погнали. Так, снаряжение, что у нас... Начало игры. Ну да. Камень и палки. Камень и палки. Только для друзей. Частная, только для друзей. Вот, я об этом говорил. Идея Вальхейма. Ну, давайте выберем только для друзей. Если игра интересна, ребята подтянутся. Если будут сложности, они по-любому подтянутся. Ведь, что интереснее делать вместе? Заниматься фигней и косячить. Но пока что мы начинаем в одиночку. Так, у нас идет прогрузочка. Посмотрим, что у нас. А, по-моему, в трейлере я видел. Мы сейчас будем в какой-то капсуле. Что-то такое. И да, мы в капсуле. Ну, кстати. Неплохо. С фпсами все хорошо. У нас настройки, по-моему, легендарные. Что-то там такое. Разрешение, конечно, 4К. Ну, вроде все читабельно так вот. Ну, честно говоря. Ну, ладно. Начало типичное для выживачей. О, я уже вижу деревья. Все, мы долетели. Так. Врываемся. Ну, как-то неплохо. Слушайте, а неплохо, неплохо. У нас тут целые... Ну, ну, ладно. Терпимо. Неплохо, это я, конечно. Хотя тень неплохая. Лучи от солнца. Тоже какие-то есть. Нет, не рыгабельно. Тут очень даже красиво. Все ок, все ок. Какая тут история? Значит, опять же, мои глубокие познания от двух трейлеров, полтора трейлера. У нас, значит, есть холод, жара, вода, еда и кислород. Какая-то тут тема в игре. В общем, мы не можем нормально дышать. И да, вот кислород. Вот сюда нужно закинуть вот эту историю. Это у них типа лед. Или какой-то очень классный металл, материал, который как-то классно назвали. Во всех выживачах первым делом надо сосредоточиться на том, чтобы сделать себе топор. Не, графа. Знаете, нормальная графа. Нормально, нормально. Глаз не режет. Так, так... Показалось, кто-то шевельнулся. У меня еще ничего нет. Так, ремесло. Угу, угу, угу. Смотрите, волокна, палки, камень. Из чего же только волокна делаются? Ну, давайте. Me from Paris. Смотрим. Да, волокна, это трава. А, то есть эти кусты... Это не деревья. Я их могу тоже собирать. Окей. Хомячим, хомячим, хомячим. И, наверное... Да, под ногами лежит камень. Стоп. Ну, это хорошо. Я сделаю топор, ветки, палки собираю. В принципе, как и во всех остальных выживачах. А что делать-то надо? Охотьтесь, собирайте, строите. Это мы легко. Опыт за... Хорошо. Это ж точно задание, да? Икар. Планета суровая. А, то есть просто кого-то убить, что-то построить. Да, наверное, первое задание это действительно как какая-то обучалка. Дикая ягода. Окей. Смотрим, у нас уже хватает? Ремесло. Да, хватает, значит, на каменный топор. Что у тебя здесь? А, ну... О! Комфортненько. Сразу добавилось. И, наверное, же кирка. Ага, еще три камня. Так, сейчас мы сделаем топор, сделаем кирочку и вообще начнем ломать, сносить здесь все. Животные. Вот только бы еще понять, что с животными происходит. Ну, я надеюсь, меня сейчас тут не оторвут кусок пятой точки, потому что я без топора, без ничего. Ну, хотя, хотя бы с топором уже будь чем... Выносливость быстро закончилась. Да, выносливость что-то очень прям быстро закончилась. Ого! Это что? Таланты? А, это только еще выживание. А еще и строительство. Бой! И в одиночку. Так, надо скачать еще инструкцию в PDF, похоже, чтобы разобраться с этим, да? Ладно, в одиночку. А вот что? Понятно. Понятно. Вот она, выносливость. Вот оно, хп, ребят. Потому что, когда играешь один, и по логике игры ты выгребаешь сильнее. Окей. Хорошо. Нам надо было еще пару камней собрать. Наши камешки. Наши камешки. Да. Так, кирочка есть. Делаем кирочку. Сделали кирочку. Меня смущает вопрос кислородам. Он еле-еле начал уходить. Слушайте, это, по-моему, что? Это какая-то воксельная графика, да? В Space Engineers точно так же добывается. Воздушный кусок вот этот остается. Да. То есть игра что? На вокселях, получается, сделана. Да ладно. Кто мы такие, чтобы осуждать? Оксид. Ну окей. Так, что происходит? Ты как-то пошел? Да. Автоматически. Все. У нас эта история происходит автоматически. Вода. Я хочу карту открыть. Что у нас здесь? Не, не поступай со мной так. Это оно грузит? Ранний доступ грузит? Да, это был ранний доступ. Его кошмарит. Вода. Вот у нас есть вода. Но. Смотрите, что я заметил. Я заметил в талантах, что-то здесь были моменты. То ли с желудком, то ли с мясом. Чтоб только не начались эти таблеточки. Не, ну, с другой стороны. А что высматривать? Ребят, у меня все равно нет вариантов. Я буду пить сырую воду, а потом... Думаю, будет все как в жизни. Так. Олень. Олень это хорошо. Олень нам друг. Волк нам не брат. Так. Что же с тобой дальше делать? То есть у меня... Охотьтесь, собирайте, стройте. И так, не поймите, что надо делать. Но давайте, наверное, добежим до воды. Потому что я смотрю, у меня здесь показатель воды. Жажданной появляется. Но давайте тоже по дороге что-то собирать. И придется, наверное, пить сырую воду. Хотя все говорит о том, что не пей сырую воду. Ну, и таблеток никаких я не помню. Семь болезней желудка тоже не... Что такое? Какие дрожжи? Это маг! Реально маг какой-то. Ну, окей. Дрожжи. Так, это точно олень был? Все, в лесу два оленя. Нормально. Этот, ну и вы поняли кто. Так. Я на правах Рогатова попью сырую водички. Нормально все? Никто не умер? Давайте много не пить. Что-то очень полезное. Так, у меня сейчас еда еще подойдет. Сейчас будет на подходе еда. Ну, чего-то мы пособирали, кстати. А где наш... Ого! Вы посмотрите на опыт! Просто собираю. И смотрите, ползет, ползет. Так, значит, в начале игры мы на сборе можем выкачиваться. Ну, уже приятно. Так, смотрим. Тест дерева. Что у нас тут с деревьями? Кстати, довольно-таки приличное, красивое дерево. А, ну да-да-да-да. Топором, наверное, будет легче. А не киркой. Смотрим. Слава богу, оно хоть падает. Оно хоть падает. Прощаем, разрабов. Это же, по-моему, ранний доступ, да? Ладно. А если это не ранний доступ, то... У них в огороде будет много камней. Смотрим, смотрим. Знаете, очень похоже... Ну, дерево упало. Это ок. Но оно упало и, по-моему, собирается. И разбивается. Один в один, как в Старсенде, ребят. Если кто играл, смотрели наши прошлые ролики... По-моему, запахло Старсендом. Так, а еще вот это вот что? Ага, то есть... Слушай, не хило так это, оно по всей длине так рубится. Прикольно. Что следующее, выживачах? Значит, новый уровень. Хорошо. Где ты? Таланты. Так, мы очень талантливые парни. Ох... Ты ж... Как тут... Начало игры. Начало игры. Давайте... Стройка выживания. Давайте выберем... Вот. Вот, вот, вот. Давайте здоровье. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, где мы выгребем, но хп по-любому надо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ребят. Топор у нас уже есть. Нам нужна будет еда. Наверное, нож. Наверное, нож, ребят. Не знаю, как он для боя понадобится, но... Если есть нож, значит, скорее всего, мы туши будем разделывать. А теперь вопрос. Лук. Лук. Броня. Костер. Так как же мы эту еду готовить будем? Дом пока, наверное, не предвидится. А что здесь вообще? Ранг 2. Ранг 3. А здесь что, плазмаганы? Что вообще? Композитная броня. Мачете. Смотрите, составной лук. А, то есть никаких плазмаганов. То есть, если переделок тут никаких не будет. Смотрите, просто солнечная панель. Кстати, и выглядит не футуристически. Ну, примерно, как бы вот у нас была раскладная панель. И... Верстак. Какая игра в наше время без верстака, ребят? В любом даже шутане должен быть верстачок. Ладно, ранг 1. Что у нас? У нас еще один поинт остался. Ну, что же его сделать? Значит, если я сделаю лук, значит, у меня появится как бы защита, но мне нечем будет стрелять. Потому что поинт у меня остался один. А я вижу, что лук вот, отстрелы вот. То есть, стулья есть, денег нет. Понятно. Ладно. Куда же этот один поинт закопать? Факел. Давайте мы его оставим. Я думаю, он никуда не сгорит. С другой стороны, я что, ножом буду обороняться? Копье. Все, копье выиграл. Так, поинты закончились. Дерево мы собираем. Вот ты какая, да? Кстати, а неплохо. Что-то по шлему вон стекает, да? Не, ну сразу видно, это не ремейк джета. Это нормальный дождь. Это все. С этим можно жить. Так. Давайте добираем это дерево. Мне, получается, нужен костер. И, по идее... О, там, кстати, справа прогноз погоды. Ливни. Так, у нас есть, значит, уязвимость бури. Растет, и мы, мол, без укрытия. Слушай, мы тут не только без укрытия. Мы тут даже без копья. Кстати, наша бескопийная эра, она закончится? Закончится. Давайте сделаем копье. Чтобы хотя бы угрозу создавать. Ну, наверное же, надо нож. Скорее всего, надо будет кого-то разделывать. Камень, костер. Камень, костер. Идет дождь. Скорее всего, потухнет. А как тут в этой прелести строится? Мне что-то надо изучать для этого, да? Пол. Так, с фундаментом я понял. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Это пол. Это тростниковая стена. А что, только тростник? Все. Деревянная дверь. Окно. А что, только... Да нет, дайте что-то нормальное. Тростниковая дверь. А, все, понял. Сверху тростник пошел. Снизу пошло что-то поинтереснее. Хотя бы дерево. Камня у нас нет. Но, наверное, в ранге 2. Или при следующей десантуре на эту планету появится. Поскольку у нас нет четкой задачи. Что сейчас мы будем делать? Давайте тогда просто построим минимальное какое-то убежище, пока нас тут не смыло в это озеро. Значит, нам нужна деревянная стена. А для этой истории... Что нужно для этой истории? Смотрите. Нужен уровень 5. 5. Все. Понятно. Укрытия пока не будет. Костер, скорее всего, потухнет. Но нам надо хотя бы его сделать. И что мы получили? Кстати, вот смотрите. Красным красно светит. Да, и что такое? А, передвижение и минус опыт. Ну, да. Согласен. Когда мокрый, как-то не особо качаешься. Так, давайте проверим, что у нас тут с камнями. Так же добывается, как и тот ресурс. Да, смотрите. Ну, я могу ошибаться. Может, я неправильно это называю. Но, по-моему, это в окселе, ребят. Вот такое выбивание. Что-то прям Space Engineers 1 в 1. Мне бы сейчас тут перфоратор карманный из Space Engineers. Ох, вы бы тут дали джаза. Так, смотрим. Наверное, уже хватает. Да, на костер хватает. Мы создали костер. Ты куда денешься, костер? Костер. Давайте. О, ход кей какой-то есть. G. Понятно. Дерево так. О, по прогнозу солнце. Ну, облака, конечно, такие. Привет из 90-х. Ну, начало. Ранний доступ. Ладно. Кто такой? Что такое? Это рыба. Она... Кстати, а мы плавать умеем? Наверное, умеем плавать. Рыба от меня убегает. Это хорошо. Кое-что-то меня не пытается убить. О, так мы плавать умеем. Даже так. Облака из-под воды выглядят лучше, чем без воды. Ну, ладно, пусть будет. Все. Мы замерзать начали. Так, вышел, согреваюсь. Дождь еще как-то идет. Давайте мы где-то тут построим костер. Я ж играю один, да? Это ж не какое-то там ПВП мучение. Ну, так вот. Для действия взаимодействия удерживайте. Для действия подобрать. А, костер можно будет еще потом собрать. Да, живем только раз. То дерево промазал. Ага, вот сюда. Это ж очевидно было так. Что? Активировать костер! Ну, и костер активирован. Что будет? Каменный уголь. Волокна. А, это все, что он принимает для горения. Окей. Ну, как-то горит. Да и хорошо, что 100 дерева у меня туда не поместилось. Угу. Ну, сейчас мы кого-то... У нас есть копье. То есть мне нужен уровень. Уровень мы соберем сборкой. Ой, ребят. Ой, какая плохая примета. Так, все деревья только что отошли на второй план. А где, собственно, живность? Я бы тут хотел немножечко это... Демократии принести. Насилие. Ну, в смысле, выживать сильнейшие. Ну, там, да-да-да. А где какая-то живность? Что мне есть? А что мне есть покушать? Дикая ягода. А что она такая красненькая? Она что, портится? Да, портится. Испортится через 600 секунд. И как тебя такую прелесть съесть? Наверное, так, да? Так, я покушал. И что? Что ты растешь? Эй. Что? Я не вижу, что я ее ем. А-а-а-а. Ого, как удобно. Понял. На быструю панель можно не переносить. Я что-то ее съел. Эффекты. Значит, здоровье и выносливость. Максимальная выносливость. Это бустер оказался. Как же ж не ловко-то вышло. Если ягода, это бустер. Что мне с кислородами? Я хоть не задыхаюсь? Все впереди. Пока не задыхаюсь, но я смогу. Костер горит. Живности нет. Живот урчит. Что-то у меня прям как-то... Ммм... Что, деревья пока порубить, да? Чтобы качнуть уровень. Да, ребят, немного у нас вариантов. Давайте рубить деревья. Нам нужно немножко уровня, чтобы... Не только сделать лук, а еще и стрелы. Кстати, а деревья у нас могут убить? Давайте сбоку так встану, чтобы не все лицо оторвало, а... Ну как-то оно так все в текстурке так сложилось. О, может! Может! Может. И чего у нас? Все статусы у нас вот здесь. Смотрите, значит. Скорость создания предметов. А, сотрясение! Нормально, обычное наше состояние. Мы же зашли в этот выживач. Уже по-любому сотрясение. Хотя, честно говоря, нет. Нормальная игра, ребят. Ну, пока я не вижу... Я вижу какую-то реплику на ранний доступ Старсенда. Но я не вижу каких-то больших проблем. Единственное, только непонятно. Вот этот вот таймер, 6 дней. Ну, хороша ли эта идея с тем, чтобы высаживаться на планету или нет? Этого нет в других играх. Я так понимаю, у разрабов это их фишка. То есть, вот мы такие, мы десантура. Вы выживаете, а мы... Мы уже в космосе. Почему я с каменным топором? Ну, тут даже в трейлере было видно, что прогресс идет как бы сначала. Почему с каменным топором? Да не важно, почему я с каменным топором. Может, надо технологии открыть, амнезия. Может, меня проверить хотят. Ну, просто хотят проверить, а ты выживешь здесь. Обычно разрабы не заморачиваются с этим. Почему я с каменным топором? Так, что-то как-то медленно опыт идет. Мне бы какую-то животинку еще увидеть. Кстати, олень. Я, правда, плохо представляю, как я буду за оленем бегать. А хп уже нет. Хп. Голод падает, точнее. Так, надо быстрее. А что будет результативнее? Рубить или собирать? Ну, по поводу Старсенда. А где наш топор? Топор ломается. Топор ломается. Ммм, так. Сбор стал результативнее. Только что намного. Ага, я вижу, вон, опыт у нас пошел. Смотрите. 10, 10, 10, 20, 10, 20, 25. Хорошо. А камень если долбить? 60 опыта. Ну, так получается. Результативнее дерево. Смотрим. Не, ребят, 300 опыта. Ого! Да, типа дольше, но сразу 300 опыта. Ай. Как-то сюда прилетело. Так. Да, деревья наши все. Причем, что... А сколько у нее вместимости? А у меня какие-то килограммы же есть? Да, есть. Вот. Половина забита. Я, кстати, такую штуку видел. Когда строили костер. Ребят, смотрите. Это, наверное, привет из Вальхейма. Да. Стэк дерева. Один. Еще есть? Есть. Чтоб не таскать. Качаться на деревьях. Ага, я получил обалденный... Так. А как тебя ставить? Типа... А, да, все просто. Оп. На-на-на. Ну, все. Мы нас разгрузили. Смотрите, 27 килограмм. Так, деревья. Валим деревья, а то есть хочется. Очень логично. Но это наш случай. Нам нужен лук. Из-за этого времени может какое-то животное прибежит. Что-то такое. Кстати, а как я их увижу? Кролика и оленя, когда я видел, они как-то подсвечивались. Подсвечивались. Так, за разбивание 25... Смог... Да, или ветка, уйди отсюда. Сколько будет? Вообще чуть-чуть ничего не далось. А, это я не разбил. Разбил. 100. Да, результативно. Деревья получаются лучше всего. Топор сейчас у меня развалится. Но и делать его тоже очень быстро. Ой, как голод там уже подбирается. Давай быстрее. Я, конечно, круто, что я сейчас сделаю лук. А в кого стрелять? Надо сейчас быстро добить опыт и сделать круг почета вокруг озера. Там по-любому кто-то на водопой должен прийти, что-то такое. 100 опыта, 100 опыта. Да, дерево это просто сила. Вначале не на траве качаемся, как в мифах империи, а на все-таки на деревьях. Это уже можно поднимать. Это самая верхушка дерева. А, с нее надо просто ветки срубить, ее можно поднимать. Окей. Так, деревья, деревья, деревья. Быстрее, быстрее, быстрее. Валим лес в жаркий день. Кушать хочется. Почти, 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 почти. Давай, разваливайся дерево. Я уже прям вижу. Обалденный лук. Да, кстати, что там для лука надо будет еще посмотреть? Ну, почти, почти, почти. Давай, давай. Куда мне столько дерева? Не представляю, но опыт нужен. Так, это дерево или куст? Это был куст. Вот дерево. Ну, нормально. Кстати, я вижу какие-то приколы с тенью. Это, наверное, ДЛСС. Не все у них тут хорошо с ДЛСС. Он у нас стоит, если я верно помню, в качество. Так, второй уровень. Еда, еда, еда. Таланты. Таланты. Плюс 100 здоровья. Да у меня что-то выносливость бодро заканчивается. Давайте лучше пока выносливость. Так, 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 так. Лук. Лучок. А, вот так можно правой кнопкой двигать. Вот. Хлоп. Хлоп. Одно очко еще осталось. И что мне с тобой делать? Что делать? Ну, ребят, ну, хотя бы факел какой-то должен быть. Значит, ремесло. Нужно срочно кушать. Всего хватает. Каменная стрела. Ну, так, наверное, да? Что случилось? Кто-то видел мои стрелы? Давайте еще разок. Так. Что? Очередь. Это в смысле... А, я могу сделать только 11. Вон у меня 11 камней. Понял. Тррр. Ты что такие бодрые стрелы? Так, как у нас работает лук? Целимся. Или Старсенд что-то украл у Икаруса. Или у Икарус у Старсенда. Ну, один в один. Что у нас здесь? А, и тратится выносливость. Появляется тряска. Понятно. Все понятно. Еда. Срочно за едой. Так, а как же тут зверюшки-то наши, а? Ягоды на... Рыбу подстрелить луком? Слушайте. Да, реально, кстати. Я нашел еду. Стрела. Еще и стрелу сохранил. Супер. Так, геноцид рыбы ставим немножко на потом. Давайте попробуем ее как-то приготовить. У нас есть костер, у нас куча дерева, у меня есть рыба. И... Я сейчас просто тут уже склеюсь от голода. Так. Рыба. Сырая рыба. Ну, сюда? Да? Не сюда? Куда? Сюда? А, сюда. А, и пошел жариться. И вот пошел прогресс. Понял. Не, ну, лук, стрелы. Вот, кстати, показывается как в мифах империи. Смотрите, стрелы на луке. Окей. Видите, все выживачи... Сейчас год какой-то прям выживачей. Я бы сказал, даже последних два года это... Два года выживачей. Все их просто создают как ошпарены. И это где-то хорошо, потому что нам всем привычно управление. Съесть. Ну, хотя бы мы уже не при смерти. Так, идею я понял. У меня есть лук. Вооружившись луком, смелостью, слабоумием, мы пошли охотиться на рыбу. Потому что иначе как это описать? И, знаете, только мне понадобилась рыба... Рыбы нет. А, вон на том берегу появилась рыба. Отлично. Все идет по плану. Опа, опа. Так, если есть контрол, наверное... Скрытность, да. Контрол, скрытность. Серна? Так, а животные здесь из нашего мира? Или из какого? Вроде как из нашего должны быть. Серна? Что такое серна? Сейчас какая-то трехглавая виверная какая-то выскочит. Серна. Двадцать седьмого уровня? А я второго. Ладно. Опять же. О, олень! Бро, стой! Да ладно, что за серна? Она уже очень интересна. Что-то такое было. Двадцать седьмого уровня. Ну, все-таки опыт подсказывает, что лучше не надо. То сломает мне сейчас лицо тут. Вот олень был, четырнадцатого. Куда-то он вот сюда вот побежал. А, коза! А ну-ка сейчас такой хэдик. Камера прилипает к стреле. Ребят, так это замашка на снайпер элит. Ой, ну... Можно было камеру поменять? Класс. Это уже хорошо. Что? Удерживайте. А-а-а! Держишь кнопку, он сам все делает. Забрать все. А-а-а теперь что? Ага, понял. Что мы получим? Вон, прочный скелет. Кость. О, кстати, красиво сделали. Вот тут прям класс. Не, ну то, что можно камеру переключить. Можно было, когда ты не с луком. Окей. Камера липнет к стреле. Ну, красиво. Ну, красиво. Заморочились. Деревья дрожат у нас, но камера липнет. Это прям да. Прям просто. Опа. Тыковка. Живем. Нет, стоп. А тыкву я могу съесть и не потерять сознание? Пища при употреблении. Уничтожить. Так, хорошо. Где-то здесь был олень. Да ли хоть кто-то? Не хочу. Опа. Ты что такое? Какао. Его, наверное, нельзя в чистом виде, да? Плохая примета будет. Так, я вижу еще одно семейство козловых. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Двадцать седьмого уровня. Что б я так бегал, а? Обалдеть. Она телепортировалась туда. Она меня еще и видит через весь лес. Угу. Коза это прям... Что с кислородом? Кислород! Я забыл, забыл. Я еще не привык к кислороду. Вижу что-то синее. И... Кукуруза. Все, ребят. Мы всех накормим кукурузой. Так, пару тонких кукурузы собрал. Синие-синие-синие. Есть. Это камень. Где моя кирочка? Ну, как я отвлекся на еду. У меня и кислород. У меня и вода. Да, так вот. Вот сейчас вот запахло Старсентом прямо. Все заканчивается. Все, мы не задохнемся. Просто умрем от голода и от жажды. Решаем проблемы по мере поступления. Ну да, это мы у нас все сразу. Поэтому... Так. Тулем, 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 тулем. Так, я хочу дышать. Дышим. Пошло что-то там перерабатываться. Процентики... Ну, тикай давай. Тикай. Есть. Процентики тикают. Так, что у нас? Тыква. Тыквы закончились. Кукуруза. При употреблении. А, так кукурузу можно в чистом виде. Ну, естся, да? Естся, естся. Все. Круто. Давайте чуть-чуть покушаем. И попробуем ее... Так. Я вижу наш ужин. Тихо, 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 тихо. Я ж тут суперскрытный космонавт. Что, нет? Где ты там есть? Как темно стало. Ничего не видно. Оп, оп. Вижу, 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 вижу. А стрелы падают? Что-то стрелы вообще не падают. Ну, и спасибо за это. Значит, будет быстрее. Так, нож. Где мой ужин? Я нашел камень. Блин, а ужин мой где? Так, 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 так. Так, если бы мы были дохлой козой, где бы мы лежали? Ну, может, я далеко так стрельнул, да? Так, факела у меня нет. И где-то рядом возле меня разлагается мой ужин. Что ж ты, где ж ты есть? Я уже все прям собираю. А вот я сейчас стану чьим-то ужином. 20 уровень. Волк, мир тебе. А, ребят, знаете, что пришел, Волк? Ну, 20 уровень, понятно, ноги нам подрывают. Проверять мы не будем. Он нас не заметил, потому что он жрет мой ужин. Моя коза хоть кому-то пригодилась. Ладно. Тяжелая будня. Водичка, водичка, водичка. Я вроде бы прошлый раз попил, и все со мной было хорошо. Никаких болячек, ничего не подхватил. Так, где наш коз... Нет, нет. Нет, я невкусный. Иди отсюда. Иди отсюда, сказал тебе. Кыш. Фу. 17 уровень. А что за дела? Или 17 уровень, это немного для этой игры. Ну, просто я там второй, а тут 20 волки ходят. Так. Представительница козловых. Видим еще одну. Давайте ее сейчас как-то... Как-то ее ж надо увидеть. Как в игре темно. Здесь ночь, реально ночь. Я уж ничего не вижу. Так, камень. Ну, забрался один. Взбирайся ты на этот камень. Так, ребят. Вижу, 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 вижу. Это будет моя коза. Классно камера цепляется. Вообще обалденно. Так, где наш нож? Нож, стрела, зажал F. Мы сейчас быстро кушаем. И потом я возьму пару уровней просто на рубке дерева. Ну, давайте, наверное, это сделаем немножко за кадром. Да я думаю, вам неинтересно смотреть ночью. Если я ничего не вижу, я думаю, вы тоже, в принципе, ничего не видите. Удерживайте F, чтобы что? А, источник воды попить. Ой, потом я эти кости возьму. Давайте, ребят. Мы сейчас приготовим еду. Порубим немножко деревьев. И уже с рассветом вернемся. Ребят, пока мы ждали утро. Еще глубокая ночь. Мы сделали, собственно, свой первый факел. И, в общем, у нас я лесоруб еще тот. Ребят, я вам сейчас покажу. Сам того не ожидал. Получится? Получится? Как я это сделал? Как-то оно у меня так получилось. В общем, так долго идет ночь, что начало пригорать у меня. А потом начало пригорать не только у меня, ребят. Тут, оказывается, есть пожары. Я, правда, не знаю, как они распространяются. Это типа как а-ля Far Cry. То есть сейчас загорятся все кусты рядом. Но у меня дерево загорелось. Да, смотрите, кусты рядом загорелись. А дерева вроде еще нет. Но у меня оно горело. Так, а я не загорюсь? Смотрите. То есть, грубо говоря, кое-какую подсвет... Silent Hill отдыхает просто. Света ноль. Да, лучше так. Да, кстати, у факела классные режимы. Правая кнопка мышки. Смотрите. Это включить. Еще раз нажимаем. Раздает Wi-Fi, Bluetooth и коннектится к нашей базе на орбите. А, вот, собственно, дерево... А, типа ранний доступ. По-моему, оно в раннем доступе. Подгрузилось дерево. Ну, вот, в общем, такой я лесоруб. Ждем рассвета. Ночь, наконец-то, прошла. Ночью, в темноте, валил деревья во время грозы. И, знаете, уже хотел построить дом из грязи и палок. Ребят, хотел построить я уже дом. Не вышел у меня построить дом. И потом, думаю, надо хотя бы построить спальник. Потому что, стоп, я могу поспать. Эта ужасно темная ночь пройдет. И прикинул, что, да, на спальник мне не хватает меха. А что случится ночью? Ко мне придут волки. И что они найдут? Шаурму для волков они найдут. Ладно. Откинул я эти глупые мысли по поводу сна. Поэтому в дикой темноте, где ничего не видно, где еще и факел, ты прячешь, когда достаешь топор, валил как-то деревья. Навалил я их аж на полтора уровня. Ну, хоть что-то как-то. И замечаю чудесную новость, ребят. Чудесную новость. Посмотрите, а у нас задание выполнено. То есть, из этой обучалки, похоже, появился выход. Прибегаем, нажимаем. Вернуться на станцию. После учения на станцию ваше последнее участие будет... Это вы все перед... А, ну ок. Да, хочу. Забирай меня отсюда. Так, ребят. Значит, какая история. Пока шла эта ночь, то есть там реально вообще ничего не было видно, я зашел, почитал комменты в стиме. Что происходит? Чего в этой игре еще ждать? Оказывается, мы потом будем открывать всю эту планету. Искать минералы. Проходить какие-то квесты. А это реально была обучалка. И у меня есть, к сожалению, тяжелая новость. Не для всех. Слабонервных просьб отодвинуться от ютуба. Ребят, это не ранний доступ. Это релиз. Вот, релиз. У них еще там есть два больших DLC анонсировано, которые будут в следующем году. И можно купить на них, как бы сейчас по предзаказу, сезонный пропуск. У нас базовая версия. Мы не покупали этот пропуск. Но, слава богу, эта обучалка закончилась. Потому что я за песочницы. Но, понимаете, в песочницах вы сами ставите себе цель. А здесь, вроде как, сезонка. Мы на сколько-то дней прилетаем на этот кусочек земли, планеты, материк, остров. Но, ну что делать? То есть, пока что это списываем на обучалку. Дерево тряслось. Это не ранний доступ. Это оно меня боялось. После того, как я провел там ночь в темноте, там грязью забросано уже там весь берег, все озеро. Поэтому есть из чего строить. Ребят, в принципе, игра меня не разочаровала. Да, не все идеально. Ну и это только начало. Надеюсь, в следующих сериях будет больше динамики. А как минимум нас заставят хотя бы что-то делать. Кроме как руби траву, коси лес. Ребят, всем пока. До новых встреч.